Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плеском Михаила. Дорогие друзья, относительно недавно у меня прошел стрим вместе с Андреем, где мы поговорили про современные программаторы. И как вы думаете, какой самый распространенный вопрос был мне задан? А вот-вот-вот этот. Представляете, сколько вопросов? Все хотят знать, жив МРТ-донгл или мертв, и когда он заработает. И именно сегодня я решил развеять эти слухи и показать, как обстоят дела на данный момент на самом деле. Погнали! Ну, во-первых, маленькая ремарка. Для понимания, МРТ-донгл – это программатор начального уровня. Цена у него была 4000 рублей, сейчас он стоит около 4500, может быть, чуть больше. Но в любом случае до 5000 рублей. Как и все остальное, все дорожает. Повторюсь, программатор этот дешевый, начального уровня. С ним может быть сравниться Octoplus и FRP Tool. Я его даже для первой покупки больше рекомендую. Но, для примера, программатор Chimera. Этот он уже стоит 13000 рублей, и продлевать его нужно каждый год. Octoplus и FRP Tool и МРТ-донгл, если один раз купили, он работает вообще всегда. Sigma стоит уже, самый дешевый вариант, Huawei Edition с активацией Powerpack уже стоит 20000 рублей. То есть, еще раз повторюсь, МРТ – это программатор начального уровня. Надо это, естественно, постоянно держать в голове. Коллеги, у МРТ-донгла большое количество всевозможных обновлений. У кого-то старая версия, у кого-то новая. Даже если посмотреть сейчас непосредственно на мой компьютер, то у меня есть версия 3.77, 3.89, как и у многих других. Я рекомендую снести все эти версии и оставить именно версию 3.95, так как на данный момент она сейчас является практически самой стабильной. Итак, запустили актуальную версию. Дорогие друзья, самое первое и самое важное. Почему все думают, что МРТ-донгл сдох? Дело в том, что версия 2.60 на данный момент действительно не работает. Просто нет связи с сервером. Да, она делает какие-то определенные моменты, если эти файлы остались у вас. Именно то, что связано с оффлайном. Все, что подтягивается из интернета, версия 2.60 не работает. То есть, Miezu M3 Note на данный момент с помощью МРТ-донгла просто тупо не сделает. Но весь остальной функционал-то работает. Давайте его просмотрим. Во-первых, вкладка Vivo. Мне не попадались еще телефоны Vivo, которые бы я не смог сделать с помощью МРТ-донгла. Здесь как и Mediatek, так и Qualcomm и так далее. Закрываем версию 2.60. То есть, лучшей поддержки телефонов Vivo, кроме как у МРТ-донгла, я просто ни разу не встречал. Далее, телефоны Oppo. Он делает прекрасные телефоны Oppo именно на базе процессоров Mediatek. Oppo и, внимание, Realme. Вот буквально недавно дистанционно я пробрасывал программатор, чтобы сделать Realme C11. Он был на пароле экрана блокировки. Или C12, я точно не помню. Но прекрасно. Он их сбрасывает и очень легко. Далее. Переходим на вкладку Huawei. Очень полезная штука. Huawei Flash Tool. То есть, его работа непосредственно с Huawei Honor. Во-первых, вы можете прошить файл Update App, какой-нибудь Honor 10 и так далее. Не нужно мучиться с картами памяти. Не нужно мучиться с OTG-переходниками. Всё это лишнее. Просто выбираете здесь файл Update App и просто через USB кабель его отлично прошиваете. Это действительно чертовски удобно. Кроме того, дорогие друзья, если мы перейдём во вкладку Unlock Account, и здесь мы можем выбрать, ну, во-первых, просто какое-то большое количество моделей, но нас интересуют в первую очередь вот эти четыре вкладки. Через Test Point буквально за одну минуту мы можем разблокировать FRP на кириллях 659, 710, 970 и 980. Буквально недавно на канале Валеры вышел видеоролик, как он разблокировал современный телефон Honor 20 Pro с помощью MRT Dongle. Да, для этого ему пришлось использовать, сейчас я вам продемонстрирую, вот такой вот специальный кабель. Ну, его спаять у меня есть инструкция на канале, в этом абсолютно ничего сложного. Но, тем не менее, современные Huawei Honor через Test Point с помощью MRT Dongle сделать совсем несложно. Подключаете его через Test Point, ставите галочку EURUS FRP Start, он проливает несколько бутов, ну, а далее ставим вот эту галочку EURUS FRP и Start. То есть, всё, он временно разблокирует загрузчик на этих телефонах. Далее, очень большое количество вопросов по поводу версии 5.52 и так далее, и так далее. Не поленитесь, зайдите на официальный сайт, ссылочку на него я приложу в описании к этому видео. Здесь форумы MRT и здесь расписаны все нюансы. На более новых MRT Dongle версии 5 и выше, сейчас актуально 5.52 функционал, также постоянно растёт. Просто используйте самую последнюю версию. И очень немаловажный момент, который мне нравится больше всего. MRT Dongle можно работать дистанционно. Его можно пробрасывать с помощью Flexi Hub, его можно пробрасывать с помощью Network Guide. То есть, все эти телефоны вы можете делать дистанционно с помощью MRT. А это немаловажный плюс. Ну что ж, я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. MRT Dongle работает. Используйте версию 3.95, либо последнюю 5.52. Версия 2.60 уже всё, RIP. Она не работает. Но тем не менее, за эти деньги, допустим, Куалкул Тумл, я тоже неоднократно использовал его, очень и очень удобно. Но это уже нужны, скажем так, более глобальные знания. Итак, я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Если у вас будут какие-либо замечания, пожалуйста, напишите их в комментариях. Всем спасибо и до свидания. И, как я и обещал, впереди нас ждёт исключительно всё самое интересное. Пока! Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. Дорогие друзья, если кто-то думает, что мы по-прежнему играем в игрушки, то это не совсем так. Посмотрите, какой классный компьютер, подключен сейчас к моему телевизору. Переносная станция Intel NUC. Это полноценный компьютер. В нём, к нему, естественно, подключены Sigma Box, MRT Dongle. И, дорогие друзья, маленькая загадка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за программатор. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!